Сотрудники городского управления архитектуры представили проект нового района. По плану, там должны появиться жилые дома, детские сады, школа, поликлиника и даже большой спортивный центр. Вопреки страхам жителей, территорию парка застраивать не будут, подчеркнули чиновники. Эти границы не захватывают парк «Дружбу» и не захватывают лесной парк «Дружбу». Данный проект разрабатывался в соответствии с действующим правилом землепользования. Но люди все равно переживают. Несколько домов должны появиться на поле рядом с лесной зоной, там, где обычно проходят лыжня и гуляют местные жители. Но в мэрии заявляют, это не поле, а пустырь, который принадлежит нескольким частным лицам. Жители не понимают, почему городская земля стала чьей-то собственностью. А я бы хотел, чтобы вы предоставили заказательство, на каком основании эти земли оказались в собственности. Без градостроительной документации, без торговой и так далее. На этот вопрос чиновники сразу ответить не смогли. Инициативная группа уже составила петицию против застройки. Собирают подписи. Мнения разделились. Чай жители поддерживают планы мэрии. Люди хотят жить в микрорайоне с развитой инфраструктурой. На общественном слушании мне большая часть вопросов проектировщиков удовлетворила. И четкая позиция городской власти дали понять, что застройки парка Дрожба не планируется и не будет. Это самое важное. Инфраструктура будет развиваться. Это тоже в нашем современном мире очень важно. Главное опасение – большинство жителей не увеличится ли площадь застройки в будущем. На этот вопрос ответили в Министерстве природопользования. Ведомство не даст разрешения застраивать особо охраняемые территории. Кстати, был вопрос о том, как обеспечить, гарантировать не застройку действующую ОПТ, а парк и Дружба. В этом плане, если стройка будет планироваться на территории ОПТ, то разрешение на строительство выдается нами, Минприроды. Поэтому мы смотрим режим, разрешено там или нет строительство, и просто не выдаем разрешение на строительство. То есть здесь каких-то опасений, проблем не должно быть. Помимо застройки, внимание обратили и на транспортную систему. В новом районе обустроят парковки, а также составят маршруты автобусов так, чтобы расстояние между остановками не превышало 500 метров. Мэрии подчеркивают, главное в согласовании плана – прийти к компромиссу. Мы должны все-таки рассмотреть именно эту золотую середину, которую устроили бы и жители города, и бизнес, ну и частных непосредственно инвесторов, собственников данных территорий. Мы не можем это тоже игнорировать. Как я сказал, мы рассмотрим все замечания, все предложения. Если будут те замечания, которые будут указывать на невозможность принятия этого рекопланировки, он будет отклонен. Общественные обсуждения проекта застройки юго-западного микрорайона начались 8 февраля. Они продлятся ровно месяц. За это время свои заявления и предложения жители города могут отправить на официальную электронную почту управления архитектуры. Итоги будут подведены 8 марта.